Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается беременности, то есть человек боится беременности, он боится беременеть и соответственно спрашивает о том, как с этим бороться. Ну давайте мы с вами начнем с того, что бороться ничем не нужно и что если у вас есть страх, в этом есть очевидно какая-то для вас угроза и соответственно нужно смотреть в первую очередь о какой у Грузии идет речь, да, то есть что вас пугает. Может быть здесь история про какую-то неуверенность, да, в партнерную неуверенность, в будущую неуверенность в том, что вы можете быть хорошей матерью, родителем, да, вот, может быть какой-то негативный опыт беременности, то есть, ну например, неуверенность, а вот опыт такой, а у кого-то есть флаж в окружении, например, у родных, допустим, вот, то есть смотреть чем для вас так страшно, чем для вас так страшно, перспектива, перспектива. беременности, вот, почему вы этого так боитесь, вот, и дальше уже исходить из, ну, из этого, то есть что-то вас, ну пугает, да, вот, это нормально, если у вас что-то пугает, это нормально, что чего-то, что чего-то вы опасаетесь, да, нормально, что чего-то вам не хочется, нормально, что какие-то есть вот у вас, ну, скажем так, нежелательные возможности для вас, да, последствия, вот, возможно беременности, вот, и, соответственно, нужно, нужно посмотреть, что это за последствия для вас, что они, что они представляют, это последствия, ну, вот, потому что, ну, если вас что-то пугает, вот, то можно с этим разобраться. очень часто, ну, довольно часто, по крайней мере, женщина может бояться забеременеть, потому что у нее, вот, нет уверенности, ну, как бы, относительно своего партнера, да, своего мужчины, вот, она боится того, что, ну, мужчина как-то, вот, после того, как, ну, значит, ну, приведет с ней, вот, какое-то время, да, ее бросат, например, вот, ну, такое бывает, такое бывает, и довольно часто, к сожалению, вот, такая история, такая ситуация происходит. Вот, вот, поэтому, вот, поэтому, тут, ну, знаю, быть, внимательным, внимательным, внимательным вам, к себе, в первую очередь, в очередь, вот, чтобы, замечать, Ну, такие вещи по отношению к вам, вот как-то так. Поэтому, вот очень главное доверие между вами. И партнерам, вот, то есть, чтобы обговаривали эту историю, чтобы говорили об этом, говорили ему о своих страхах, вот. И, собственно, выработали какую-то общую модель для того, чтобы вам было, ну, спокойно, вот. Чтобы вам было поспокойнее. Чтобы вам было... Чтобы вы были уверены, да? Вот. И, собственно, вот, если представить себе, да? Ну, просто вот предположить, например, что это случилось. Вот. То есть, ну, если мы просто, вот, предположим, что это произошло, да? Вот. Что для вас здесь в этом? Вот. 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 Что для вас здесь неприятного? Вот. Может ли вы как-то озвучить этот момент, да? вот, можете ли вы увидеть, что вас, что вас, собственно, пугает, вот, если вы сможете это сделать, вот, если вы сможете увидеть, что вас пугает, то, на мой взгляд, это уже довольно-таки большой шаг к тому, чтобы перестать бояться, потому что вы будете знать, чего вы не хотите, вы будете понимать, чего вы не хотите, ну, имеется в виду для себя, вот, и сможете выработать к этому какое-то отношение свое, возможно, как раз, вот, что и даст вам спокойствие. Ну, понятно, что, как бы, не описывая, да, конкретно, что между вами происходит, между вами и вашим партнером, вот, на мой взгляд, довольно сложно что-то вам конкретно рекомендовать, потому что, может быть, все рекомендации здесь, да, они, может быть, вообще не в тему, из-за того, что, из-за того, что ваша ситуация, да, вот, она, так скажем, особенна, вот, понимаете, да? Поэтому я бы вот постарался бы, конечно, в первую очередь, ну, разобраться в субъективной стороне, да, вот, посмотреть на отношения с партнером, вот, насколько они для вас удовлетворительны, вот, да, как бы, то есть, ну, устраивают ли они вас вообще отношения с партнером, все ли вам нравится в них, в отношениях с партнером, вот, и нет ли чего-то, что вас, ну, как-то беспокоит, нет ли чего-то, что вам хотелось бы поменять, нет ли чего-то, что вы, допустим, терпите, да, то есть, ну, вот, именно терпите, то есть, то есть, вот такое ощущение, да, что вы вынуждены терпеть, ну, что, ну, что-то, вот, если это есть, если это присутствует, то, конечно, вы будете бояться беременности, потому что у вас будет такое ощущение, что партнер к вам, ну, совершенно не прислушивается и не учитывает ваши желания, вот, так что тут, вот, очень много всевозможных факторов, вот, которые, на мой взгляд, нужно учитывать, вот, ну, вот, я думаю, что вам ответить вам на ваш вопрос, да, можно вот в таком ключе, вот, можно ответить в таком ракурсе, вот, значит, ну, подразумеваю, что вы будете еще как-то работать в этом направлении с, ну, над собой, вот, и будете себя исследовать. Только бороться, вот, вот бороться, 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 бороться ничем не, никого еще, бороться, бороться, борьба, не довела, не думала чего хорошего, вот, есть, есть проблемы, их нужно решать, вот, а в этом смысле психологи, вот, Готовы вам помочь и готовы предоставить всю помощь, да, помощь, поддержку и так далее. Что хочется еще сказать. Еще, наверное, хочется сказать, что очень часто, очень часто, проблема решается путем консультирования пары. То есть, когда пара обращается на консультацию и прорабатывает то, что беспокоит их. Потому что там выясняется, что партнер тоже о чем-то переживает, и тоже его что-то гложет, да, что-то вот его беспокоит, тоже чего-то он хочет. Тоже есть у него какие-то вот сомнения относительно каких-то, ну, каких-то ситуаций, да, и каких-то элементов. Я думаю, что когда человек понимает, что он не одинок, вот сюда становится немножко, ну, немножко проще. На мой взгляд, вы как раз сейчас чувствуете, что одна в этом, ну, я имею в виду, в том, что с вами происходит. Вот. И если вот что-то вас и может смущать, да, привозит, беспокоит, то, на мой взгляд, вот это, то, что вы одна. Вот. Ну, вот говорили ли вы с партнером своим, да? Относительно вот того, что вы описываете, вот. Вот. Это очень, тоже такой важный, как мне думается, момент, вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если вы не обсуждали с своим партнером, то что вас беспокоит в такой, в такой важной сфере, как интимный, то также вы будете испытывать некоторую, ну, тревогу, да. Вот. Потому что, ну, вам будет просто не по себе. То есть это нормально, на мой взгляд. Вот. Вот. Поэтому посмотрим. А вы обращайтесь к психологу, да, вот, ну, так, дополнительно, вот. 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 За дополнительной консультацией, а, значит, беседой. Вот. И я думаю, что многое вещи для вас, ну, будут прояснены. Многое вещи для вас проясняться. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.